Всем привет, с вами Маракаси, вы смотрите передачу Эпичные Сливы, выпуск 5. Начнем мы с боя, который произошел на карте Тихий Берег. Когда я его смотрел, мне показалось, что это какой-то командный бой и просто вот такая вот тактика у игроков, потому что они все действуют как-то одинаково и это удивительно просто, потому что в рандоме в основном все делают, что попало, тут же все решили выбрать одну и ту же тактику, кроме этого Лоррейна Сорктон, который решил поехать в атаку, потому что на этом танке стоять же ни в коем случае нельзя. Вообще, когда я вижу вот таких вот Лоррейнов, они довольно часто встречаются в боях, мне кажется, что эти ребята стремятся как можно быстрее слиться. Лоррейн, наверное, очень сильно расстроился из-за того, что был в начале боя АФК и не смог улучшить свой результат по Сливу. И посмотрите на другом фланге, стоит тут один ИС-4 и, конечно, вряд ли он сможет долго продержаться. Союзники возвращаются на деф своей базы. Кто-то скажет, что это совершенно правильно, потому что большая часть врагов засветилась как раз в верхней части карты, но дело в том, что же они делали в начале боя, как они вообще разъезжались, что они допустили такую ситуацию. Теперь они просто встали в кругу и пытаются тут дефить, но это всегда, я скажу вам, ведет к Сливу, потому что такой вот деф спокойно разбирается с разных сторон, а если у врага есть еще грамотная арта, то она переедет спокойно и будет тут везде простреливать, и никакие горы не спасут. И, в общем-то, почти все союзники встали рядом с кругом и просто пытаются тут дефить. Но этот деф совершенно неправильный, потому что, во-первых, тут просвечивается спокойно арта, ее уже в большинстве своем уничтожили, потому что нигде она тут спрятаться не могла. Без арты уже теряется огромное преимущество команды, но все-таки эта карта хорошо простреливается артой и, в общем-то, изначально такой вот деф приводит к Сливу. Далее игроки пытаются еще идти в атаку, встречают они тут группу противников, начинают с ними перестреливаться, их расстреливают со всех сторон, пробивают, и их попытка была совершенно бесполезной, их уничтожают тут. Разбирают последнего из 7, он пытается еще как-то огрызнуться, но, естественно, шансов у него никаких нету. С другой стороны, тоже враги начинают поддавливать. Ну и вот на что надеялись эти игроки, когда выезжали на открытое пространство, где тут спокойно простреливает арта и им напихивают в корму. В общем-то, просто поехали и слились, наверное, для того, чтобы запустить уже следующий бой и не мучиться в этом. Ну и после этого их деф рушится как карточный домик. Подъезжают сзади противники, уничтожают тут ИС-7, ну и дальше они начинают расстреливать Е100. В общем-то, очень частая ситуация в рандоме, когда игроки неправильно разъезжаются. Ну а тут еще гораздо хуже. Обычно едут все на один фланг, там сливаются или не могут просто продавить. Тут же вообще никто никуда не поехал и все встали рядом с кругом захвата. Тем самым отдали большую часть карты противникам. Добирают тут еще и Ваффентрагер ПЗ-4 ПТшку, которая, видимо, весь бой не могла найти себе место. Ну и далее враги едут за картонным Т-57 Хэви, ну относительно картонным, и уничтожают его. Ну и последний дефер, как ни странно, ИС-4 прожил весь бой и только под конец его уже с разных сторон разбирают. Так что, если вы хотите чаще побеждать, то смотрите в начале боя на миникарту и закрывайте именно те направления, где меньше всего союзников. Итак, давайте посмотрим на результат этого боя. Наверное, кто-то скажет, что это не слив. Вот у меня слив сливов, а это так себе. Ну если у вас такой крутой слив, то присылайте его в группу. А я считаю, что этот бой, он очень даже показательный и на нем видно, как не стоит играть, как не стоит разъезжаться в начале боя, потому что это приводит к сливу почти всегда. Следующий слив произошел на карте Кориды в режиме Штурм и тут будет множество разнообразных ошибок игроков. Но самая большая ошибка – это неправильный разъезд, как и в первом случае. Как вы можете видеть, на верхнюю часть карты поехали почти все союзники. Зачем они это сделали, я не понимаю. Они все-таки в дефе, и тут главное просто правильно занять позиции на карте и дефить. Но вместо этого они толпой едут на верхнюю часть карты, направо. Внизу один ИС стоит, и он там кроет весь фланг. Ну и еще светляки, но сами понимаете, что они ничего сделать не смогут. Ну и ПТ-шка там где-то рядом с базой. КВ-13 смели всех поехал в атаку, но потом ему, видимо, стало страшно, и он начинает откатываться назад, натыкается тут на союзников и начинает потом дамажить ПТ-шку, потому что она, наверное, тут самая слабая. И она типа его поджала, и он решил ее уничтожить за это. Хотя он сам действует странно. Сначала смели всех идет в атаку, потом поджимает хвост, начинает откатываться назад, сам вырезается в союзников и начинает их винить, стреляет по самому слабому и потом его банит. В общем, отлично. Да и вообще, зачем на КВ-13 куда-то лезть, я не понимаю. Этот танк не настолько крепкий, чтобы вытанковывать на нем урон. Ну и вообще, смотрите, какая тактика у союзников. Они зачем-то на ПТ-сау едут в атаку. Зачем она тут вообще стоит, я не понимаю совершенно. Потом Т-44, вообще непонятно, что он тут делает. Это средний танк, он не должен перестреливаться с другими противниками, он должен там за счет скорости обходить их, светить, стрелять им в корму и так далее. Но, посмотрите на этих двух голубчиков. Эти два тяжелых бронированных танка стоят позади всех и, в общем-то, тут караудят камни. Молодцы. Просто тьма ошибок тут совершена. Во-первых, тут нужно было прижиматься к этой горе и дефить, потому что тут везде простреливает артап, судя по всему. Во-вторых, игроки тут выезжают просто бортом, начинают отхватывать от всех, теряют в пустую прочность и сливаются. Также мне им понравилось поведение этого тигра, который пытался тут весь бой вытанковать бортом, хотя и так видно, что тут пространства нету для маневра. И в итоге он поджимал постоянно 110-ку. Та не выдержала, начинает поджимать тигра, хотя он сам виноват. Этот игрок, кстати, и прислал реплей, ты уж извини, но тут видно, что это ошибка и не стоило танковать бортом, когда ты мешаешь тем самым играть своим союзникам. Ну и 110-ка мстит тебе за это, она стреляет тебе в корму, поджимает тебя, хотя она тоже в этом виновата. В общем-то, куча ошибок в итоге все слились в пустую, как другой фланг еще там не атаковали враги, нормально не разнесли его в щепки, я не понимаю. Очень уж долго он там продержался, наверное, арта нормально вытанковывала урон. Ну и посмотрите, далее тут добирают остальных союзников, которые были, стреляла по ним арта, где-то, видимо, она в хорошем месте была, раз сюда закидывала, 110-ку сливают, ну и тигр идет уже просто в атаку, для того, чтобы немного подамажить, ну и его тоже уничтожают. Куча ошибок, просто море, и еще кто-то удивляется, что столько сливов, просто какие-то детские ошибки, в детском саду такие ошибки совершают, я не знаю, как так можно играть. В итоге, смотрите на урон, 110-ка нанесла 1500 урона, тигр 1000 урона, остальные и того меньше. В общем, очень грамотная игра, вот поэтому и происходят сливы. И последний на сегодня сливчик произошел на карте Карелии в стандартном бою. Игрок на Т-54 зачем-то взял в свой взвод два маленьких танка первого уровня, ну то есть, как их называют, брелки. И два игрока на Ваффентрагер Е100, а также на М41 Буздог сагрелись на эти маленькие танки и я, в принципе, их совершенно понимаю, сам ненавижу, когда кто-то берет брелки в команду, тем самым он серьезно ослабляет свою команду и часто это даже приводит к сливу. Надо вообще сделать так, чтобы брелки во взвод брать нельзя было. Ну и вот, приезжают два двухоких танка, Т-54 облегченный и АМХ 13-90 в штаны начинают перестреливаться с врагами, но силы не равны и противники разбирают ЛТ-шек без шансов. Еще и Батчат вражеский приехал, конечно же, он спокойно уничтожил две эти ЛТ-шки, просто сожрал их. Два тяжелых танка ИС-7 едут к камню, ну, хотя бы не стоят где-то в кустах, хотя бы атакуют и на этом спасибо. Тут приезжает ТИП-61, еще удивительно что его по дороге не разбирают, добирается он на штаны, но уже, конечно, поздно. Начинают его тут расстреливать с разных сторон и он, можно сказать, просто поехал на слив. Можно было уже и не ехать. И из-за того, что штаны больше никем не кроются, оттуда начинают стрелять по тяжелым танкам. По ИС-7 забирают одного из них, потом начинают разбирать другого. Тут еще попало ФВ-шки, которая тоже поехала в атаку. По сути, они просто стоят на открытой местности, а тут, между прочим, три арты в этом бою. По ним со всех сторон стреляют, но они смело идут в атаку. Ну, что сказать, молодцы. И, конечно, и второго ИС-7 уничтожают. ФВ-шка спряталась там, но приехала СТ-Т-54. Ее тут поджигают и уничтожают. Что она делала весь бой, это большой вопрос. Ну, и потом, конечно, враги толпой нападают на ФВ-шку, начинают ее разбирать со всех сторон и, в общем-то, отправляется она в ангар. Игрок, который прислал этот реплей на Вафли, сыграл в целом неплохо, как для этой ПТ-САУ, которая в основном стреляет издалека и не высовывается. Нанес больше всех урона, молодец, без сарказма. М41 Бульдог, который весь бой там крысил в лесу, все-таки под конец решил развлечься. Уничтожает он Бульдога, далее едет еще вперед и начинает расстреливать Вафлю. В общем, хоть немного поднял себе настроение в этом бою. Хотя, в принципе, он гораздо важнее был бы в штанах, но он там не помог своим союзникам. Ну, его тут добирают даже Вафлю не смог разобрать. Кстати, на другом фланге, где был ИС-8, тоже ничего хорошего не произошло. Там тоже продавили противники, забрали этого ИС-8. Ну, и потом враги приезжают за ртой. Она смогла немного огрызнуться тут, уничтожает Батчата, ну, и потом 54-ка ее добирает. Следом за ним в ангар отправляется 212А, ну, и потом уже ясное дело уничтожает и Батчата. Вот такой вот слив произошел. И, как вы считаете, насчет брелков, стоит ли запретить их брать во взвод? Я считаю, что стоит. И посмотрите на урон. ИС-7 0 урона ИС-8 0, Т-54 248, Т-61 606, Объект 261 400 урона, ИС-7 1500 урона, ну, остальные еще хоть как-то нормально сыграли в этом бою. Ну, в общем-то, спасибо, друзья, за просмотр, желаю вам всего самого наилучшего, присылайте свои реплеи с самыми ужасными сливами, и до скорых встреч, удачи, пока!